Если говорить про объекты, где заказчики выступают в Управлении капитального строительства в нашей области, то мы видим, на сегодня предъявляются повышенные требования к архитектурно-художественной выразительности. Мы это видим, если примерно в Аватове, три высотки 18-этажных построены. Это вентилируемые фасады. Они, скажем так, мы видим, достойно украшают облик города. Если это не вентилируемые фасады, то мы на сегодня применяем, скажем так, творчески подходим к окраске зданий. Это уже не просто серые какие-то коробки, а на сегодняшний день мы используем и белорусские орнаменты наносим. И вот если мы видим Гомельский домостроительный комбинат, их был тренд, они на фасаде своего здания выразительно показывали деревья. Где-то на фасаде с торца, если мы едем по городу и видим, то это изображение наших героев. Я думаю, что это достойно напоминает и молодежи всем историю нашей страны. Если про внутренние, скажем так, места общего пользования, то это уже материалы повышенного качества. Это вот для удобства жителей мы почти во всех домах теперь применяем информационное панно. Оно в районе лифта, чтобы гости, которые приходят впервые в этот дом, либо службы, которые посещают этот дом, было легко понять, на каком этаже, где номерация, какая квартира. Применяются различные отделочные материалы сегодня внутри самого здания, местах общего пользования. По тактильной плитке это используется, как вы сказали, есть понятие безбарьерная среда. И в том числе мы используем тактильную плитку, чтобы те граждане, которым это необходимо по состоянию здоровья, могли понимать, где, какое направление, куда двигаться можно было. То есть дома стали ярче и комфортнее? Комфортнее и безопаснее. Если говорить про детские игровые площадки, то мы массово сейчас применяем резиновое покрытие. Оно создает, скажем так, безопасность для детей, удобство, ну и достойно выглядит.